Новый год Мы познали хейт и немного славы. Но главное, мы еще больше полюбили теннис. За что, спросите вы, в канун Нового года самое время об этом рассказать. Мы любим теннис за то, что в нем все как в нашем любимом сериале. У нас есть главные герои, у нас есть второстепенные герои, у нас есть неожиданные повороты. Герои влюбляются друг в друга, герои ссорятся друг с другом, герои мирятся в конце концов. И вот эти вот все хитросплетения происходят каждый день. И у нас есть прямой доступ к тому, чтобы все это оценивать на постоянной основе. Этот сериал никогда не закончится. Это просто прекрасно. А вот это, Синер, да, вот, я смотрел чуть-чуть вот два матча этих, хорошо, мальчишка такой молодой, хороший, рыженький, кистевичок в этом. А? Знаешь, играл в теннис-то сам Сергеич? Ну и какая разница, его можно просто смотреть и знать его, и все. Кого знаешь? Кого? Ты кого знаешь? Опять начинаешь здесь. Сонька прошла из этого, из второго. Из турнира вернулся. Сонечка, можно тебя на секундочку, пожалуйста, посидеть с нами? Ладно? Конечно. Сонь, иди сюда к нам, к старикам. Это вот, Бадос, это, вот, и что, его специально? Сергеич, это опять вот тут... Дядя Саша, нормально, давай. Подожди, подожди. Он еще специально его, это, говорят, у него... 26 лет мальчик, но вырос уже. Кому? Пора девушку заводить. Циципасу-то, Степке. Циципасу, вырос? Вырос, 26 лет. Дядя Саша, вы же знаете, он все это, с мамой, с папой по турнирам. Ходил на матчи матери. А там сразу раз, раз. А лучше что играть-то, я смотрю? Ну, ничего, сейчас годик поразвлекается, и все нормально будет. Бадос такая же крепкая, дядя Саша. Крепкая, очень крепкая. Как пиво наше с тобой. Коньяк. Как ты, знаешь, ну, что ты? Она-то его любит вообще? Любит. Любит? Ну, если дядя Саша говорит, что любит, он ее очень сильно любит. А что он проигрывает-то, мне скажите? Сильно, слишком любит, вот и проигрывает. Сергеич, ты вообще теннис-то смотрел? Ну, не важно, какая разница, если я не брал теннис. Как он проигрывает? Что это вот есть, вторая пара, которая была, Шевченко, наши ребята. Наши ребята, наши Потапова, вот. Ну, хорошо, и что? Поженились тут недавно. Если результаты есть, значит, есть и любое. Они три свадьбы сыграли. Сергеич, три свадьбы сыграли в Санкт-Петербурге. Три свадьбы, говорю, сыграли, да. Две в Санкт-Петербурге, две. И еще одну на морях. Это они все друг с другом или раз? Да, да, друг с другом. Сергеич. Ну так, любовь. И таковы чего? Они молодые, 20 лет ребятам. Все красиво. У него платье было просто. Сейчас покажу, вот смотрите. Ай. Во. Видали? Вот, можно только он. А ребенка он захочет. Ну, рано еще, ну вы чего? Ну, она сказала, а он чего? Ну, подождать нужно. Хорошая пара-то? Хорошая. Красивая, красивая, хорошая. Родители? Все там. Все нормально, укомплектовано, все, да. Ну, три свадьбы, Сергеич. Ну, ты посчитай сам. А как они, они, видите, теперь будут? Вместе, вместе. Лучший сезон проводят, так что вместе будут на большие турниры попадать. Правильно говорю? Конечно. Сергеич, дядя Саша, Боря-то вышел, забыла сказать. Да другой Боря, Сергеич, ну ты чего? Ну, сейчас еще упадешь, ну. Наш теннисный форум. Который прыгал, ну. Бекер, фамилия. А, 85-м, и потом выигрыш, ну ты чего? Это он должен тысяч рублей, брат, какого-то. Это он должен, Сергеич. Ну, ничего. Только я Бекеру помню. Супер. Мы еще, я тогда на заводе работал, точь-маш, и смотрели. Хороший. Хороший. Вышел, 8 месяцев, 8 месяцев просидел, выглядит сейчас хорошо. Что он сделал? Женщины зло, Сергеич, ну ты же знаешь. Кого-то... Нет, прятал. Не то, чтобы про Бадоса сам говорил. Прятал, прятал, прятал. От жены бывшей. Ну, деньги. И сейчас сажали. Здесь меня сажали, да я вообще по жизни... Где прятать нечего, Сергей. И он, и это... А у нас как? И сейчас у него все отлично. Выглядит супер. Работает с норвежцем Руны. А Руна, кстати, такой прям приличный. А Руна, кстати, датчанин. Датчанин. Сейчас я покажу красивый. Смотрите, какие у него шорты. Маленький. Да, ну ладно, ему 20 лет можно. Короче, чем у него. У Бекера шорты короче были. Ты что, не смотрел, что ли? Дочь Маш, Сергеич. Там вот такие были. А у Руны вот такие вот. Ну, работает он, хорошо выглядит, подтянутый. Так другое показываем. Мы с тобой, когда Сонька уйдет, я тебе покажу, какие... Здесь, что ли, Сергеич? Да, вот здесь, уже это. И это, у нас как раньше-то? Это если каких-то вот этих там, что ли, отсидел там, да? А он на работу не берет. А как его взяли? Талант, Сергеич, талант. Авторитет. Шахматы хорошо играют. Как его продвинут? У него крыша, крыша у него нет. Авторитет. Улицу держит. Ну, что-то. А вот этот молодой, он знает его вообще? Он видел его? Или как? Пару раз, Сергеич. Пару раз. Ну, что ты за вопросы знаешь? Они тренируются. Ну, Сергеич. Просто интересно. А что, тот старый-то может ему дать? Сейчас теннис другой. Говард, я сейчас смотрю совсем другой. Да теннис уже стал, Сергеич. Ну, какой теннис? Ну, какой теннис? Ну, какой теннис? Твой теннис? Ну, боже мой, боже мой. Ну, ничего себе сидит, скрипит здесь. Так он просто это... Шарманку завели свою. Хороший теннис сейчас. Что, дядь Саш, ну, ладно? Ну, наверное, не знаю, а что, а кто теннис? К сеточке выходит, Руна. К сеточке выходит. Мы шортики эти все смотрим. Очень красиво. Ну, смотри еще раз. Просто великолепно. Хорошо, но я что не понимаю. А видели, видели, слышали, точнее, Саша Бублик? Слышали. Это тот, который собак, да, там гоняет по двору, да? И собак, и матерится, и посылает всех на корте. А в жизни он такой же сын? Ой, видела я вот у Санкт-Петербурга. И, ну, дядя Саша, что я могу сказать? Вежливый. Вежливый. Интеллигентный человек. Поздоровался. Спросил, Софья, как вы? Я говорю, все прекрасно. Спасибо вам большое, Александр. Голландин. Ты понимаешь, Сергеич, это не то, что ты вот со своими... Подожди ты. Ты на корте вообще бы ты там... Ты много смотрел, что ли? Ты много смотрел, что ли? Ладно, ладно, ладно. Я смотрел, я смотрел, я смотрел, я смотрел, я смотрел. Ты не смотрел. Ты один раз ракетку в руку взял, и ты кого-то смотрел. Знаешь, не ракетка была, а это ковры выбивать этой штукой. Сиди, твои ковры. Пожалуйста. Аналитик. Бублик-то это что, это и прозвище его? Фамилия такая, Сергеич. Бублик. Сразу видно, аналитика. Бублик ржет. Это классно. И что? А в теннисе? У нас вот нельзя было ругаться. Много ругается, но хорошо играет. Ломает что-то там. Ракетки ломает, да. Ну, не как Рублев, он не бьет себя, он просто матерится и разбивает. А шнурки... Ой, тут смешной был случай, он шнурки судье развязал на вышке. Хулиган такой, такой хулиган прям. Минус, я прям подошел. Проходил мимо. Наши Сергеевич, уже те шнурки развязать. А его не посадили с бэкером? Мне с бэкеру кавернули. А ты Сергей. Хулиган какой? Нет, Сергеевич, за такое не сожраю. Ну, хороший теннисец? Ну, неплохой, да. Очень хороший. Но мог бы, конечно, повыше. Здесь, Саша, согласись. Ну, вращения какие-то, Сергеевич. У тебя только извращения. У меня вращения. Вращения у меня. Это тебе незнакомый. В стиральной машине в новую. Вот мне внуки подарили хорошее вращение. Ой, душный ты, Сергеевич. Просто не вас зовут. Не надо сейчас. Потом откуда-нибудь ты не выложишь куда-нибудь в этот. Не надо, не надо. Куда выкладывать? Вот это нормально? Не надо это, Сонька. Убери, не надо мне это. Сергеевич, ну что ты? Я знаю, что ты. Ты знаешь, отвод про инфо-цыган. Что-нибудь слышал? Вот они вот. А про теннисного слышал? Главное, инфо-цыган. Ты же следишь у нас. Опять же теннис, что ли? Кто это у вас? Он тебя точно лайкнет. Я не знаю такого. Короче, я понимаю, Сергеевич. Сергеевич, смотри. Делаем тебе... Подожди, вот так вот. Делаем тебе... Улыбнись. Вот. Так, молодец. Я сейчас тебе сделаю аккаунт. Подпишемся на Патрика Муртаглу и будете с ним коннекшн. Все будете переписывать. И что, прям писать ему? Он тебе просто все расскажет про теннис, Сергеевич. Все, что ты не знаешь. И вообще про Патрика смешная история тоже очередная. Вообще он как бы типа тренер, который все время находится в боксах крутых игроков. Ну, дядя Саш знает. Я смотрю с утра до вечера. Как футбольная наша история. Да, но персона одиозная. Он все-таки больше пиарщик. Знаешь, такое слово? Одиозное. Неоднозначно такое. Образованный. Ты посмотри. Он очень распиаренный. И теперь возникает в теннисном мире вопрос. Это классный он тренер или просто это пиар? Знаешь, что такое пиар? Пиар, знаешь, что такое? Известный. Запутался. Вот ты выходишь, и тебя все знают вот здесь вот. Ну, вот ты пиар распиаренный. Распиаренный ты. Так, начисто вот его надо вывести. Я тебе поэтому хочу сделать аккаунт в Инстаграме. Вот ты будешь следить за ним. Ты скажешь, вот это наркоманка. Честный человек. Честный человек. Вы смотрели какие-нибудь советские? Там честный человек всегда находится и говорит, он негодяй. Кто его, кто скажет, когда про него? Сергеичник, кто так не скажет? Он обеспеченный человек. У него академия во всем мире. Там все тренируются, Сергеичник. Но вопрос в том, что действительно он хороший тренер, либо ну такое. Пока непонятно. Вот я им напишу. Ты на бесплатный сорт твой GID в Рефортову сходит в академию. Это покроешь все. Пашка его зовут. Паша. Там снег чистить пора уже. Ты никак не дойдешь. Знаю я там одного Пашу. Ты знаешь, что нам лучше скажи? Это вот молодежь-то все. Вы все разбираете. Эти биткоины все это у вас есть. Криптовалюта. Ты в следующем году, заканчивается год, в следующем что там, рубль что, расти будет или что? Наверх пойдет. Наверх пойдет. Или опять что? Куда его это? Дядь Стас, мы же верим в рубль. Выиграет. 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 Берем, да. Берем. Все на рубля. И какой, еще что-то там, что-то будет? Зачем следить? По какой рубль ты спрашивал, Сергеич? Куда рубль-то? Рубль наверх пойдет. На первую строчку, думаю. Хорошо. Самый сильный будет рубль в следующем году. Так, фоточку давайте. Дядь Стас, тут Сергеич совсем, у него там ревматизм, артез. Мне кажется, воспаление легких. Сыриазм и так далее. Я не буду уж. Поэтому давайте. Давай, я тоже отправлюсь. Давайте. Сергеич, я и Стас. Ты боишься, она живая, Сергеич. Тогда секси, секси нужно, секси. Цапаемся все эти. Как бодосы вот это ваши. Ты можешь не говорить, когда я фотографирую? Сергей. Я с ней вижу, что ты фотографируешь. Мы любим теннис за болельщиков. Во-первых, спорт без зрителей не может существовать. Во-вторых, ребята, вы удивительные люди. Вам мало что можно на теннисном корте, но вы все равно приходите на стадион и все равно поддерживаете своих кумиров. Ну и в-третьих, вы являетесь непосредственными участниками матча. Вы можете влиять на исход поединка. За это мы вам говорим спасибо. Друзья, в этом году у нас было так много ярких событий, так много классных турниров и выдающихся выступлений игроков, но еще было очень много невероятно крутых и ярких болельщиков, которые делали разные безумные вещи. И мы решили как раз здесь, в этой студии, провести на эту тему небольшие челленджи. Мы подготовили три челленджа с нашими ведущими. И попробуем как раз узнать, кто из них лучше всего следил в этом году за теннисными болельщиками. Итак, участники нашего первого челленджа Соня Тартакова и Александр Аношин. Итак, участница нашего первого челленджа это Соня Тартакова. Ее задача, это вот у нас отсылка на коротобой с поклонников Яника Синера, надеть костюм морковки и на скорость открыть бутылку шампанского. Я буду все это максимально записывать. Орехово-Борисово. Чтобы это не значило. Итак, на старт, внимание, марш! Время пошло, время... Фу! А я не могу помогать, я не буду помогать ей. Это потом меня Аношин убьет за это. Не буду. Так, костюм морковки. Ой! Игорь, тебе трындец. Давай в меня! Трындец. Да, стреляй в меня, ничего страшного. Ногти! У-у-у, вот она сложность. А вот Аношина-то, все нормально, у него нет ногтей. Он может и зубами открыть. Тут, наоборот, нужны ногти, Игорь, ты не понимаешь. Он ради победы все сделает. Зубы, зубы, отличный способ. Но он не знает о том, каким образом ты открываешь. Так, прошло уже больше полуминут. Игорь, за все хорошее. За все эфиры. И за все, которые будут еще. Такие теннисные. Ох, я готов, готов, готов. Ставис, нажимает на стоп. Серьезно, меня что ли? Блин. О-о-о! 49 секунд и 12 сотых. Время Сони Тартаковой. Вот так вот? Так, ну что, чем ответит Александр Аношин? Пока. Итак, второй участник первого челленджа, Александр Аношин. Ты правило понял? Понял. Ну все, тогда на старт. Внимание, гоу! Хорошо вам, Немники. Отлично, потерял 2 секунды на этом. Будем надеяться, что этого тебе времени не хватит. Я тебе помогать не собираюсь. Я не помогал Соне, тебе тоже помогать не буду. О-о-о! Блин, это вот из этой рубрики, да? Аношин заходит и не уходит. О, боже, как он горяч. Так, ну потратил уже больше половины времени, которая тебе была нужна. Вообще пофигу. Главное процесс. Это же теннис. Я же, блин, в теннисе главный процесс. А ты понимаешь, что я комментирую во время розыгрыша сейчас, да? Как тебя? Я это знаю, знал. Нет, вообще не смущает. Ты, главное, громко не ешь эту самую. Но это следующее наш челлендж, подожди. Так. Ты что, реально? Так. Ну-ка. Ну-ка. Очень... 46-25 у Александра Аношина. На изи, на изи. На изи. Браво! Предлагаю повторить. Итак, победитель первого челленджа Александр Аношин. С Новым годом. Алкаш. Ваше здоровье, сын. Вы выиграли, конечно. Победитель по жизни. Там, где я всегда вас пью. Итак, наш следующий челлендж посвящен девушке, которую зовут Меган Лаки, которая вот уже несколько лет подряд собирает на US Open огромные просмотры и к ней приковано большое внимание, потому что она пьет пиво на скорость и каждый год старается побить свой собственный рекорд. И вот участники нашего челленджа номер два – это Максим Янчевский и Петр Кузнецов. Они будут пить сейчас что-то неопределенного цвета на скорость, и мы посмотрим, кто из них достоин прохода в следующий раунд. Ну что, готовы? По команде? Ну, естественно. И что делаем? А я на всякий случай еще засчитаю, просто чтобы наши подписчики тоже могли с вами соревноваться. Ох, нифига, уже прям на фальстарт не выйдете. Макс уже проще. Ты же фальстарт делал в лайве, я помню. У Макса вливается быстрее, смотри, у меня долго будет идти. Ладно, давай. На старт, внимание, марш! Господь Иисус! Макс просто машина! Вообще! А, я забыл нажать, там было 7 секунд. Петр, ты забыл нажать, а я уже выпил. Обалдеть! Нет, 7 секунд, охренеть. Так, это Максим Янчевский с потрясающим результатом выигрывает челлендж номер 2. Присылайте видео своих попыток или не присылайте. Но мы самую быстро опубликуем обязательно у нас в канале. Итак, дальше у нас будет самый тихий челлендж нашего сегодняшнего дня, потому что игроков в этом году раздражает все, что только можно. Как люди ходят, как люди говорят, даже как они едят. Поэтому сейчас Анастасия Мыскина и Соня Авакова будут есть чипсы максимально тихо, чтобы никого не раздражать. Кто из вас хочет начать? Давайте, я могу. Очень символично, что... Чего ты говоришь? Челлендж проводишь именно ты, Игорь. Простите. В этом есть некий... Ну да. Подоплека. Спасибо, Анастасия. Итак, начинает Соня Авакова максимальная тишина. Итак, результат Сони Аваковой 68 децибел. Это, кстати, очень громко. Я бы сразу выделила со стадиона Анастасия Мыскина. Ты просто проглотил движение. Пока я не засмеялась. Держи, пожалуйста. Она хочет, чтобы она растаяла. До тех пор, пока я не засмеялся, было 40 всего лишь только децибел. Так что... Не, я протестую. Давайте еще одну. Эту глотаю же. Я протестую. Она ее размягчила. Блин, она с луком еще. На мой личный взгляд... На мой личный взгляд Анастасия Мыскина победила в этом челлендже, потому что она придумала крутую стратегию. Никто не сказал, как. Все правильно. Все правильно. Она прекрасно понимает, как нужно вести себя на стадионе. А на что способны вы? Присылайте или нет то, что вы делаете со своей едой дома. Мы любим теннис за героев. И классно, что зачастую эти герои рождаются прямо на наших глазах. Ты можешь смотреть матч и изначально ни за кого не болеть. Но вот проходит какое-то время, и ты вовлекаешься. Ты видишь, как человек борется с соперником, с обстоятельствами, с самим собой. И ты чувствуешь, что вот уже мурашки по коже бегут. Это же супер! Ребята, ребята, зрители, как вы думаете, почему я разговариваю почти голосом Петрушки и так переигрываю? А круче переигрывал только Джокович Гайли Манфиса. Вот и первая шутка. Ладно, короче, что с вами происходит? 18 декабря, елка полунаряженная какая-то. Мы готовимся. 1317 минут до Нового Года. Давайте, у меня есть разгонный блок, как всегда. И это и в теннисе тоже всегда прокатывает. Дорогие, Игорь даже не заметил, Соня не заметила. Внимание! Это уже другое дело. Угощаемся. Поднимаем себе настроение, разбираем бокалы. Кайф, 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 кайф. Давайте поздравляем друг друга с Новым Годом. Не знаю, мне кажется, для меня он начинается где-то уже 10 декабря. О, как будто не достался бы, Соня. Спасибо. Так, раз, раз. Звон бокалов улучшаем. Этой это раз. Так. По глоточку. Глоточку. Ну, наступай уже. Александр, спасибо. За рублёв. Ладно, мы пропустили, поехали дальше. Смотрите, у меня есть, понятно, что всё это действительно может наскучить из года в год. У меня есть специальные шары, теннисные. Так. Достаем каждый по очереди по шару. Так. Видим, что там изображено. Ну, подсказка, вы видите, это кто-то из теннисистов. Даем несколько своих каких-то эмоций, впечатлений по этому году касательно именно этого человека. Игорь, давай. Недолго думая, погнали. Так, Адриан Монорина, человек с теннисистами. Самой странной техникой в туре. Наверное, герой сезона, потому что три титула с таком возрасте. Ну, один из. Ну, прям герой. Большой молодец. Не, ну, хороший. 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 Вторая молодость. Вторая молодость. Ну, я не буду вас такой вешать. Это так. Да, здесь ещё тоже очень важно. Знаешь, вот как повесишь, коллеги могут не согласиться, но тебе виднее. Ну, примерно, да. Так, кто ты проведёшь. Ну, я буду ещё украшать. Ну, как будто бы ему есть куда прожить. Ну, следующий кто готов? Давайте я. Давайте. Ну, я не могла другого человека. Это не подстава. Андрей Андреевич Рублёв. Слушайте, крутейший год. Мастерс выиграл. Да, до сих пор нету полуфиналов на турнирах Большого Шлема. Продолжаются психи на корте, самобичевание. Но человек работает в терапии уже несколько месяцев. Верим, что в следующем году всё у Андрея получится. И согласитесь, выйдет же в полуфинал? Будет минимум полуфиналов на турнирах Большого Шлема. Конечно, будет, будет. Да, пожалуйста, пора, пора. И мастерс выиграет. Всё, всё вот это вот мы снимем с него. Пусть останется в 2023 году. Да, всё. Мне, кстати, кажется, на Австралии пройдёт. Давай, Соня. Ты оставь ему только место. Ладно, тебе виднее. Ну, давай, куда? Я повесил. Я повыше, пожалуйста. Место для дальнейшего роста, чтобы... Ого! Нет, ты не оставляешь место для роста. Всё по плату. Да, да, да. Такое ощущение, что Соня почти под потолку. Это он уже в полуфинале висит. Да, примерно. Мы повесили, да. В финале в 2024, да. Давай, Андрей, не подведем. Кстати, шар не бьющийся. Ну, что ж, я готов. Я готов. Поработаем с этим крылом сейчас. О! О! Типан Палыч Бодосов. Он же Циципас. А что он здесь делает вообще? Не знаю. Мне кажется, за Австралию. За Австралию, да? Дали. Или антигерой. А за Турин? Человек вообще там... Удивительное свойство года, мы запоминаем всё то, что там касается последних трёх месяцев. И действительно, вот сейчас Соня вспомнила, точно, ведь в финале был Австралии Нопана, как будто бы это какой-то другой год. Давайте специальную премию, Стёпке, давайте. Чудик года пойдёт? Чудик года. Вешает, конечно. Вешает Александр. Подождите, а зачем? Серьёзно, спереди его вешать рядом с другими героями? Пусть чудес где-нибудь в другом есть. Помнишь, как у нас в детстве... Не, ну вы жестокие, ребят. Сболк нужно украсть с зайцем. Да, да. В детстве, когда были какие-то такие невзрачные шары или потрескавшиеся, мне всегда бабушка учила, вешай назад всегда, чтобы шар не пропадал. Украсим Стёпой ёлочку сзади. Посадим. Не слушайте меня. Так, Мира Андреева. Ооо, ну без неё никуда. Нет, ну её куда-нибудь на самое видное место. На видное точно. Суперсезон, прорыв, 16 лет, самый мощный рывок вообще в рейтинге. И как же с ней классно общаться. О да. Как же с ней приятно и интересно общаться. Очень хочется, чтобы так было и дальше. Но следующий он, конечно, мне кажется, будет сложнее, потому что надо всё доказывать, доказывать, что я здесь не просто так, вот так высоко встала. Их внимания будет больше гораздо. Ещё больше. Хотя, казалось бы. Так, ну её куда? Вот интересно, где она, казалось, что здесь, наверное, пониже. Она выиграет свой первый турнир? Мне кажется, в следующем году да. Просто если хочешь, мы разговариваем. Не развалившийся. Он даже с тобой сейчас идёт. А, двое, да? Я знаю, кому он хочет. Окей. Арина Соболенко. Крутейший сезон. Побывала первой в мире. Не хватило чуть-чуть в концовке, в финале. В финале сезона. Но, опять же, первый шлем, он самый трудный. И мы помним и её слёзы, и слёзы тренера. И, мне кажется, единственная девушка, которая была в полуфиналах каждого шлема. Это невероятная стабильность. А именно стабильности, наверное, не хватает женскому туру подчас. Знаешь, что не хватает теннисному женскому туру? Это медийности. Вот Арина эту медийность даёт. Она красивая, она секси. А какие у неё фоточки с Бодосой? Бодоса. Какие у неё машины? Арина Соболенко. Ой, не было. Не было фоточек таких, поэтому... Я завёлся. Арина... Вот у Арины тоже место для шага вперёд, как пел известный нам исполнитель. Будет в первую в следующем году? Будет. Будет. Даня Медведев. Ой. Ну, конечно, он должен быть на видном месте, однозначно. Потому что Даня в этом сезоне, как, собственно, и в предыдущих, даёт нам почву для обсуждений не только теннисных тем каких-то, но и многого всего остального. А он не тянет на антигероя, так же, как ЦИПА со своим поведением, нет? Ну, иногда бывают моментики, но... Мне кажется, Даня артист, он артист. Контент-бейкер артист. Мне кажется, он не артист. Мне кажется, как раз-таки в своей искренности он шикарный. Я имею в виду вот то, что чувств, то и выдаёт. Я согласна, и он не врёт. Вот он говорит, что я порой на корте сумасшедший человек. В жизни у меня нету таких эмоций, я абсолютно стрессоустойчив, но вот теннис делает меня с тем, кем вы меня видите на корте. Давай. Я согласна, что он очень искренний человек. И однозначно один из самых интересных собеседников. В американском смысле артист. То есть, как бы... Куда повесить? Ну, то есть, герой такой... Повыше, Даню надо повыше. Повыше. Петь, может, ты куда-нибудь пристроишь его? Укажите мне место или вверх. Может быть, вот здесь? Вот это где-то? Чтоб не свалился только. Да он не пойдёт. Хочется, очень хочется. Давай, Петь. Новак Джокович. Я понял, это коротко... Этим всё сказано, мне кажется. Просто его... Величайший. А, у меня даже роста не хватит. Ты хотел вместо звезды его? Давай, давай, вместе. Я могу сюда встать? Я хотел вместо звезды его повесить, да. Так, Петя полез на ёлку. О, боже мой. Вот так. Пока вот так, недослигаемо. Ты спиной повесил его. И даже самым высоким людям приходится обращаться за какими-то вспомогательными устройствами, чтобы его поместить на самую высоту. Мне кажется, что здесь он ещё продержится. А если звезда упадёт? Давайте я даже вот так вот... Петь, петь. Знаешь, это символично. Говорят, выше только звёзды. Вот, ну, да. И мне кажется, что он здесь надолго, по крайней мере, на ближайшие два года точно. Запомните эти слова. И можно его даже в следующем году не снимать. Вот так. Позвольте себе сделать так. У меня есть ещё два специальных шарика. Ещё шампанское? Да, наверное, пусть вот девчонки по одному, да. Два специальных шарика? Два специальных шарика сразу же. Потому что они должны идти в паре. Что скажете по ним? Что нам с ними делать? Куда нам дальше вешать? У меня Петь, Кузнецов. Петь ты. У меня Игорь Знаменский. Совпадение не дома. Это действительно так? Да. Давайте решим. Ребят, мы сейчас на вас не давим. Что нам с нами делать? Есть ли у нас шанс в 2024 году? Петь, почему ты не комментируешь теннис? Тебе нужно комментировать теннис. Давайте, да. Можно с напутствиями. Хорошо, буду делать. С аналитикой не очень хорошо. Я люблю наблюдать. То есть я больше тебя наблюдать. Будем стараться. Давай, хорошо. Английский и комментирование. Две задачи. Точно, да? Забили. А вы пишите, пожалуйста, в комментариях, кого бы вы повесили с тебя на елку. Из тех, кого мы уже использовали. Или, может быть, кого-то своего тоже придумаете. Мы попробуем тоже это использовать. Игорь, ну я даже не знаю, чего тебе пожелать. Честно. На самом деле, мы же с Игорем за этот сезон целый один матч прокомментировали. Финал итогового турнира. Честно, я думала, что будет гораздо хуже. Отлично. Сильно хуже. Такой похвалы еще никогда от кого не получал. Я думал, что будет хуже. На самом деле, я вот прилюдно готова признаться, что мне понравилось. Мне трудно это произносить слух. Боже мой, да, это действительно очень сложно было сделать. Так, посмотришь на лайвы. За это надо выпить. Тяжело звучало. Они комментировали оба тенниса. Так, а ты не сказал, что тебе понравилось? Извини меня, ты просто молчишь сейчас. А у тебя есть своя вот такая вот штучка, которая вешается? А у шаров здесь нет слова. Главные звезды здесь вы. Спасибо вам большое. Я хочу и Игоря, так сказать, просить ребят вешать Соня. Куда-нибудь сюда, в центр, наверное. Смотрите, может сюда? Между Циципасом и Нариновой, простите. Я тоже боюсь, что как-то мы на той елке немножко не наша вообще. Вот отдельная елка. Главное, что вы рядышком с нами. Может быть, в следующем году кто-нибудь к нам присоединится, кто знает. Вот и отлично. Мы любим теннис и географию. Вот я, например, в шестом классе уже, благодаря, ну да, тогда еще футболу, знал, что Брюге находится в Бельгии, Саутгемптон в Англии. И утирал всем одноклассникам нос, да даже учителям. Все это время, я уже не в шестом классе, я был уверен, что я знаю весь мир. Но как только в моей жизни появился теннис, я понял, что максимум я знаю, ну, полмира. Оставшую часть мне еще предстоит изучать. Я думаю, не только мне. Благодаря теннису, благодаря турнирам в Клуш-Напоке и Бани-Луке. Ну, кайф же, правда? Несите карту! Уважаемые друзья, добро пожаловать на географическую викторину «Теннис везде». У меня в руках глобус с отмеченными местами. Именно здесь проводятся различные теннисные турниры, и это только часть из них. Ну что ж, а теперь давайте к делу. Сегодня у нас играет Анастасия Мыскина, которая в качестве почти первой ракетки объездила весь мир. Анастасия. Хеллоу. И Игорь Знаменский, который за последние пять лет побывал только в Петербурге. Уважаемые друзья, я сниму очки для того, чтобы удобнее было задавать вопросы нашим сегодняшним участникам. Я буду задавать вопросы по очереди Анастасии и Игорю. За правильный ответ на свой вопрос вы получаете одно очко. У соперника будет шанс ответить на ваш вопрос, если вы ответили неправильно. За это он получает полбала. Все поймете в процессе игры. Итак, как я уже сказал, мы начинаем с Игоря. Вопрос номер один. Какой турнир стал первым титулом в карьере для Душина Лаевича, Карлоса Алькараса и Андрея Рублева? Это без подсказок просто. А что, три варианта ответа должно быть. Вы, Анастасия, пока молчите, ждем правильного или неправильного ответа от Игоря. Чувствую, что это Европа. Так, пусть это будет точно не Барселона, пусть это будет... Ванков другу и помощи зала здесь, как вы понимаете, нет. Только мои подсказки. Я могу подсказать вам каламбурами. Я иногда туда, практически туда, хожу за хлебом. Еще подсказки есть? Это Хорватия. За смех вы получаете полбала, Анастасия. Потом, если будет спорный какой-то момент, обязательно это учитываем. Итак, Игорь, вы сдаетесь. Любой хорватский город. Я не знаю, я не помню, как я. Игорь не знает ни одного хорватского города. Настя, у вас есть шанс заработать полбала, ответив на чужой вопрос. Загреб. Сплит. Нужно только одно название. Вы начинаете перечислять все хорватские города. Уважаемые друзья, у нас нет победителя. Это Умак. Или Умак. А, за хлебом я хожу в магазин. Вопрос номер два. В каком европейском городе? Это вопрос уже Анастасия. Игорь, если она ответит неправильно, вы можете заработать полбала, учитывая ее неправильность ответа. Итак, в каком европейском городе, который обладает турниром ATP 250, сиденья, наклонная черта, ложа для теннисистов, имеет форму воздушного трамвайчика. Наклонная черта, гондолы, как на горнолыжном курортце. Можно сказать, стилизована под другой вид спорта, уважаемые друзья. Я предлагаю командой играть против ведущих. Да, против против сети. Давайте сначала хотя бы определимся со страной. Италия же сказали. Нет. Тогда, если мы даже не нужен город, мы не угадали страну. Подсказки. Право. Стоп. У Игоря были подсказки. А у меня где подсказки? Это не Италия, но это тоже горнолыжная страна. Обалдеть. Это уже было. Еще какие-нибудь номеры. Флаг напоминает флаг скорой помощи. Швейцария. Так. Нужно тебе. Неправильно. Вы получаете 0 баллов. Я вам не даю ни одно очко, но мы помним, за смех вы получили 0,5. Игорь, у вас есть возможность, учитывая то, что мы отгадали страну, и это не Базель. Два города там, Сурих еще есть. И? Это ваш ответ? И это неправильный ответ. У нас пока нет правильных ответов. Друзья, правильный ответ. Швейцария, уважаемые друзья. Третий вопрос Игорю. В этом городе теннисный трофей у многих болельщиков ассоциируется с пиццей. Нахрена себе, такой вопрос легкий. Его, между прочим, выиграл Яник Синер. Отлично. Я передаю сразу Анастасии Мыскиной возможности. Пожалуйста, есть возможность заработать 0,5. И это неправильный ответ. Это Монтелье. По короткой. Вопрос Анастасии. Анастасия, на старом рынке этого города, принимающего турнир ATP 250, стоит скульптура золотого пальца. Анастасия, подсказка. Действующий чемпион турнира Таня Медведев. Что-то в начале сезона было, когда он пять подряд выиграл. Я замолкаю. Что-то там на харде, когда он пять подряд выиграл. Ты знаешь ли это? Не, я просто, я пытаюсь, я думаю, что помню, просто он выиграл пять подряд. Вот что-то из этого раннее. Итак, я вынужден изображать отчет обратный часик. Давайте лучше. Правильный ответ давай. Давай правильный ответ. Уважаемые друзья, правильный ответ у вас нет, Игорь? Тоха. Вопрос номер пять. Какой там палец стоит на площади? В каком рынке? Какой палец она интересуется? Все подсказки появятся сейчас здесь. Давайте не будем... Давайте не будем меня топить в этом вопросе и выяснять какие-то нюансы. Игорь, вопрос вам. Имя этого города... А какой счет сейчас очень важно, чтобы у нас рост. Какой счет у нас? 0-0. В смысле 0-5. И у Анастасии есть еще право, такой бонус, который мы вскроем. Если я захочу это. Как с разрешения сказать банку консервов? Итак, Игорь, вопрос следующий вам. Имя этого города носил знаменитый художник 15-16 веков. Не определились еще все-таки в каком веке, который был одним из крупнейших мастеров периода Северного Возрождения. Итак, мы узнаем, что Возрождение было еще и с Северным. Итак? Да, очевидно. Правильный ответ. Он кому-то известен, да? Анастасия, у вас есть возможность заработать, повторить вопрос? Не, может, раз ответ скажем? Правильный ответ. Хертогенбосс. Ой, я там была. Итак, вопрос вам, Анастасия. На территории стадиона, на котором проводятся матчи этого турнира, стоит статуя Фреда Перри. Фред Перри. Я уже сейчас начинаю нервничать. Кто такой? Ну ладно. У него есть одежда своя, да, в том числе. Но это никак не связано с стадионом. Уважаемые друзья. Руки вспотели. Итак? Ну, на него имбулдон же. Смелее в теннисе любят смелых, Анастасия. Имбулдон. Уимбулдон, это правильный ответ. Сегодня это первый правильный ответ получается. Давайте заканчивай скорее, пока мы в огне. Пока в огне закончим. Вопрос вам, Игорь. Элвис Пресли и Алекс Деминор, насколько я понимаю, ваш любимый теннисист, занимались весельем. Весельем, именно так назвали это действо наши редакторы на пляжах этого города. Так, ну он в основном в Испании жил. В Австралии он жил мало. В Испании. Скорее всего, это Испания. Хотя, что делает Элвис Пресли в Испании? Наверное, какие-нибудь глупости. Парстелона? Это неправильный ответ. Анастасия, у вас есть возможность, используя неправильный ответ Игоря, попытаться ответить правильно. И снова нет, но можно объяснить, почему Майами. Мы пляж там есть. Пальцем в небо. Да. А какой вопрос-то, блин, назовите любой пляж в любом городе в мире? Итак, это город Акапулько. Деминор выиграл его в 2023 году. А я была ближе, чем Игорь, 100%. Еще 0,5. Я еще не все. А Элвис снимался в фильме «Веселье в Акапулько». Поэтому они, собственно, им и занимались. Анастасия, осталось совсем чуть-чуть. А так, извините, 1-0 я бы хотела сделать. Какая-то ясистка в 2002 году не позволила Елене Докич защитить титул в Риме? 2002 год. Елена Докич защитила. Как вчера было, да? Конечно, то, что не знает другая. 20. Слушай, ну кто-то из наших, очевидно, потому что вопросы, иначе не устали бы просто говорить. Есть шанс, что это была ты? Нет. Не ты. Но кто-то из подруг, кто-то из девочек. Давайте вспоминать. Рим, 2002 год. Динара Стасовна не играла. Что вы делали в это время? В это время Света Кузнецова еще не выигрывала такие турниры. Лена? Дементьева могла. Единственная кто? Дементьева. Елена Дементьева ваш ответ. Фиксируем его. Ну, Петр, давайте, да. Меня зовут Дмитрий. Ну, для вас, как угодно, чемпион Киролан Горос. У нас была подсказка, вы не воспользовались ей для этой теннисистки. Это была первая победа над игроком из топ-10 в то время. Когда вы такое сказали? Нет, вы просто не запросили. Ты бы получила полтора балла, если бы ответила правильно, наверное. Это кто? Это Анастасия Мыскина. Серьезно? В 2002 году не позволила в Риме Елене Докич защитить титул в Риме. А можно мне полбала? Я подсказал ей правильно. Она просто не воспользовалась подсказкой. Можно мне полбала? Анастасия Мыскина. Отдаем полбала. Я вижу, что многие телезрители сейчас сгибают и согласны. Полбала зарабатывает Игорь за подсказку. Чем мог, хотел. Пора, пора заканчивать. Анастасия. Так, у нас балл и полбала. Какие, если я выиграю, что будет? Осталось совсем немного. Игорь именно в этом городе родился самый высокий теннисист, игравший в ATP-туре. Так, Карлович самый высокий. Сколько? Если это Карлович, то он 2,11, по-моему. Но, блин, он серб же, да? Где он родился, блин? Нет, Карлович не серб. Хорват кто он? Да. Нет. Не Хорват. Как сложно. Так, а еще покажется, что это вообще не он? Вот. И вообще не там. Да, подсказки. Не он, неправильный ответ. Это в Швейцарии. А Марк Руссет? Сейчас, уважаемые друзья, нужно определиться, это подсказка, это ваш ответ? Это ответ. Или как я должен засчитывать? Вы пудрите мне мозги, Настя. Да, как и вы нам тоже, знаете, Дмитрий. Он как бы один-один в этом плане. Хотя бы вспомнили, как меня зовут. Ну да, себя забыли. Итак, именно в этом городе родился самый высокий теннисист, игравший в ЭТП-туре. Почему вы лезете вперед Игоря? Итак, Игорь, я подскажу вам, вы совершенно верно угадали и даже рост назвали верно. Я бы за это дал полбалла еще. Но осталось заработать целый балл, ответив на вопрос, что же это за город? Нет, нет, я хочу, если у меня полбалла, я сравниваю счет. Я отдаю вам полбалла за то, что вы отгадали рост. Я сравниваю счет с высканой, а теперь хочу посмотреть, угадать ли она. Пожалуйста. Ива Карлович, 211, в каком городе родился Ива Карлович? Только не путайте, пожалуйста, его с Еленой Дементьевой. Пожалуйста. Я не помню, в каком городе родился Ива Карлович. Ну, это не Сербия, значит... И не Хорватия. И не Хорватия. Или Хорватия, да. Ну. Или Хорватия. Ну. Ну. Так вы отвечаете, что? Нет, неправильно. Ну, почти вы были рядом. Это Загреб. И последний вопрос на сегодня. Анастасия, у вас есть шанс как раз выиграть. 1-1 пока счет, но у тебя дополнительный полбалла. Спасибо. Может быть, нам поменяться местами, раз вы такой умный. Так, с 2025 года в этом городе больше не будет проходить турнир ATP 250, в котором родились Бен Шелтон и Кристофер Юбенкс. В этом городе не будет. С 2025, то есть еще год есть у этого турнира, в этом городе больше не будет проходить турнир, в котором... Не так, что ты даже в нем участвовала. Я не участвовала. Шелтон Юбенкс. Вашингтон. Хороший вариант. Я бы сказал, я бы сказал Нью-Йорк. Фиксируйте ваш правильный ответ. Нажимайте. Нажимайте на импровизированную кнопку. Блин, если сейчас попадешь в фотоуин, будет вообще обалдеть. Нет, это неправильный ответ. Игорь, у вас есть возможность выиграть сегодняшнюю игру. Хватит трындить. Нью-Йорк. Это Атланта. Нужно знать, уважаемые друзья, где родились Шелтон, Юбенкс и турнир, который не будет проводиться в 2025 году. Итак, у нас что получается? Ничего хорошего не получается. Анастасия все-таки выигрывает сегодняшнюю географическую викторину. Вот с небольшим, так сказать, скрипом, честно говоря, я... И дала правильный ответ. Есть ощущение, что шоу было не для нас сделано, да? То есть вообще, как будто бы эта рубрика была... То есть хотели прям показать что-нибудь... А для кого? Для... Я прошу прощения, Федора Конюхова, который бы ответил, я думаю, на все вопросы. Дорогие друзья, у нас мировая ничья. Отдайте, пожалуйста, Игорь, руку. Очень мощная. Никак я не смогу. Анастасия, может, поможете мне? Итак, мы поздравляем наших сегодняшних участников. Любите теннис, любите географию, изучайте теннис вместе с нами. Мы любим теннис за непредсказуемость. Интрига до последнего розыгрыша, сумасшедшие матчи. Иногда теннисист уходит с матчболов и проходит следующий круг. А тот, кому оставалось выиграть лишь один мяч, отправляется домой. И так случается практически каждую неделю. Невероятная борьба и розыгрыши до последнего мяча. Интрига жива на протяжении каждого матча и каждого турнира. Итак, уважаемые друзья, теннис – самый непредсказуемый вид спорта. Даже непредсказуемый моего любимого пиатлона. Здесь все решается на последних секундах. Я бы даже сказал, на последних миллисекундах. И как говорят в нашей стране, здесь без бутылки не разберешься. А мы разберемся. У нас есть специальная рулетка, с помощью которой мы заглянем в новый 2024 год и ответим на все вопросы. Встречаем нашу первую участницу Анастасию Мыскину. А с ее, Настя, прекрасная чемпионка Ролан Горост. Замечательно выглядишь во всем отечественном. Это все правильно. Это здорово, уважаемые друзья. С чем ты пришла? Что ты хочешь узнать от нашей умнейшей машины будущего? Настя! Дмитрий, добрый вечер! Можно и погромче? Нет, не могу. Дмитрий, я хочу знать, кто закончит следующий год 2024 первой ракеткой мира среди девушек. Я и хотел сказать, я и без бутылки вам отвечу. Но, дорогие друзья, давайте будем крутить. Смотрите, это как в детстве мы играли. Настя, ты играла же в бутылочку со сверстниками, с теннисистами. У меня не было времени, я только тренировалась. Ну и правильно. И поэтому и выиграла Ролан Горост. А кто играл, тот не выиграл. Итак, вот ответ на твой вопрос. Кори Гауф выиграет. Что ты там сгадала? Первый, пускай нет, первый ракеткой мира. Первый ракеткой мира. Нифига себе, Настя, нифига себе! Согласна? Я полностью согласна. Хотя хотелось бы, может быть, кого-то из наших, но тут как бы не обманешь судьбу. Кори Гауф, так Кори Гауф, вперед! У тебя большая ответственность. Спасибо, Настя. Пока, Дмитрий. Взови следующего участника нашей игры. Наши народные прогнозы продолжаются, уважаемые друзья. Я бы даже сказал, что они в самом разгаре. Поприветствуем Макса Янчевского и его вопрос. Давай, по-нашему, Макс, обнимемся. И я даже тебя вот так подниму. Ну что, что ты хочешь узнать от нашей точной машины? Я хочу знать, кто выиграет Австралию на опен в мужском аниме-ношном разряде. Не за горами. Я бы даже сказал, не за уральскими горами, уважаемые друзья. Это турнир. И совсем скоро мы узнаем вы в январе или феврале, а мы прямо сейчас. И это Стефан Асцицепас. Стефан Асцицепас. Давай посмеемся, Макс. Нет, конечно же. Но смотри. Кто знает. Может ли такое произойти, Макс? Может. Может. Почему нет? Греков полно в Мельбурне. Поэтому в прошлом году финал играл. Точнее, в этом пока еще. Поэтому будет защищать финал. Но, конечно, как будто бы Джокович фаворит. Не знаю. Посмотрим. Ну, давай, давай. Наш. У него же корни-то тоже наши. Поэтому я не против. Макс, спасибо. Спасибо. С наступающим. И зови следующего. Кручу-верчу, уважаемые друзья. Запутать хочу. Но это не про наш прогнозический круг. И мы встречаем Соню Тартакову. Как говорится, на ловца и зверь лежит. Уважаемые друзья. Сонечка, замечательно, прекрасно выглядишь. Шикарно. Даже вот ослепило меня вот этой красотой. Но давай к делу. Как у нас говорят в спорте, четко и по результатам. Итак, что ты хочешь узнать? Дмитрий Викторович, хочу выяснить, кто в следующем сезоне выйдет в свой первый финал на турнире Большого Шлема. Свой первый финал на турнире из тех, у кого еще ни разу не было. Финала. Финала ни разу. Смотрите, это очень интересный вопрос и ставка. Я в прошлый раз крутил по часовой, а теперь против. Дмитрий Викторович, здесь есть и женщины, между прочим. Здесь и женщины, и мужчины. Вижу только, но здесь преобладание все-таки мужчин. И поэтому, ну вот здесь я вам скажу, вот это с реальностью уже бьется. Не то, что наша бутылка, но Яник Синер. Но готов же уже, правда? Уже этот год к этому подводил. Я сейчас скажу за тебя, все, и отпущу, но не могу это сделать. Тебе слово, Соня. Во-первых, почему не Рублев? Во-вторых, мы с вами... Опять 25. Да, мы с вами разбираемся в теннисе, и бутылка наша тоже, видимо. Логично, Синер. Но почему не Андрюша? А, знаешь как? Да. Можем еще раз подкрутить и посмотреть. А если Синер дважды, то точно он. Хочешь сама крутить? Ну-ка давай. Женская рука еще не прикладывалась к этой бутылке. Почти. Да. Да. То есть все-таки у нее даже рука на Рублева показывает без всяких там. Соня, спасибо тебе большое. Синер и Рублев уже решать вам. А мы ждем следующего участника и следующий замечательный вопрос. Но уже кручу я. Второй раз не дам крутить. Хоп, 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 хоп. Уважаемые друзья, это я так разминаюсь, чтобы не простаивали все мои накачанные мышцы. А мы продолжаем. Они мне еще понадобятся. Сильнейшая рука, которой мы крутим бутылку, с помощью которой мы определяем, кто же выиграет тот или иной турнир, кто же станет первым. Я приветствую следующего участника Александра Аноши. Привет, Саня. Я смотрю, да, судя по обниманиям, и здесь, содержимое бутылки, оно уже где-то вот в этом месте примерно. Как ты, как ты, Саш, как ты? Давно не видели с тобой. Люблю ваши тактильные контакты, Дмитрий. Отличный костюм, отличные твои знания, но, судя по всему, не все ты знаешь, раз обратился за помощью к нашей рулетке. Итак, Саша, что ты хочешь узнать? Кто выполнит самый зрелищный удар в следующем году? Самый зрелищный. А что я пока буду крутить? Крути. Пой сильнее, Саня! А что такое самый зрелищный удар, по мнению Александра Аноши? По мне, так это значит самый необычный, самый сумасшедший, самый из ряда вон удар. Надеюсь, я объяснил очень на ухо. Не ответил, но все равно непонятно, что это за удар. Я вот сейчас тебе пропишу справа, а может, это и станет самым зрелищным. Но, конечно, я этого делать не буду, уважаемые друзья, потому что мы с Александром всегда на ты и на хороших условиях мы с тобой. И на хорошей дружеской ноге. Ты посмотри, не ты должен был быть свидетелем выбора нашей бутылки, потому что это Алекс Деминор, уважаемые друзья, встралиец. И можно сказать, тоже наш, потому что наш Игорь болеет за него, как за своего. Саня, держал петулио. Еще раз обнимаю тебя. До встречи. Пока. Мы встречаем следующего участника. Соня Авакова. Сонечка, ну, здесь тоже восхваление. Уважаемые друзья, целую руку. Выглядишь потрясающе. Мне кажется, что ты скоро вообще исчезнешь, и мы тебя не найдем, уважаемые друзья. Не говорите моей маме, пожалуйста. Итак, что мы хотим узнать с вами? Про деньги хочется узнать. Кто заработает больше всех? Про деньги вообще не говорили еще. Ну, конечно. Как Авакова, так и деньги. Ладно, шучу. Ни разу она не интересовалась деньгами. Просто новогодний выпуск. Здесь много чудес, друзья. Итак, смотрим. Иго Швентак. Вот, смотрите, подтверждение тому. Ну что, вполне, если выиграет много турниров, значит, и заработает денег. А спонсоры-то тоже они не спят, уважаемые друзья. Они знают, с кем работать. Правда? Где она еще может заработать в 2024-м? А я почему-то думала, что выпадет Осака. Вот было у меня такое предчувствие, которое вернется, и как заработает больше всех. Или Радукан тоже вернется. Но мне почему-то кажется, что должна больше всех Осака заработать. Скажи, пожалуйста, вопрос такой человеческий. Завидуешь чужим заработкам когда-нибудь? Было такое? А? Еще один конкурс. И еще один вопрос, уважаемые друзья. И налочка. Еще один запрос. И я вижу, что ко мне направляется он, Игорь Знаменский. Вот сейчас-то мы и посоревнуемся, кто громче. А ну-ка давай. Господи, как же я рад. Вот ты, я очень рад тебя здесь видеть. Наконец-то я нашел человека, который говорит так же много. И так же громко, как я, которого невозможно перебить. А ну-ка. И я буду. Хорошо, Игорь. Все, успокаивайся. И я тоже хочу узнать. Я впервые успокаиваю человека, уважаемые друзья. Ты меня переиграл. Уважаемые друзья, ну что за сумасшедшего вы мне привели сюда? Я-то думал, что ты адекватный человек. Ну что ты мне здесь стираешь? Набор каких-то пустых слов. Я хочу задать самый главный вопрос. Потому что про Доминора я уже получил все, что я хотел. И теперь я не дам тебе сказать ни одного слова. Я буду говорить до конца дня. Я хочу узнать самого большого матершинника следующего года. Кто будет больше всех в туре материться? И я сам буду крутить. Ну вот я и сам хотел. И ничего тебе не дам. Уж не сам ли ты крутанешь эту бутылку? Сколько уже можно договорить? Сам-то думаешь, что? Говорить во время розыгрыша. Ну конечно. А вот это как раз по финансу. Здесь можно сказать, и бутылку крутить не надо. Проваливай. Наш конкурс завершен. Сверим прогнозы ровно через год, уважаемые друзья. Это будет наш год. Пока. Мы также любим теннис за супер турниры. Как же хорошо, что вот эти огромные теннисные соревнования, они аккуратно так раскиданы по всему сезону. И они все проводятся на разных покрытиях. Мы стартуем большой турнир сначала на харде, потом у нас супер турнир на грунте, потом мега турнир на траве, и потом четвертый... А, снова на харде. Ну, наверное, в этом тоже есть какой-то смысл. Но главное, что в это время, вот на короткий отрезок, две недели, весь спортивный мир думает только об этом. Только о теннисе и о том, кто станет чемпионом такого турнира. Ну не красота же, а? Дорогие друзья, прямо сейчас, пожалуй, осталась самая любимая, самая долгожданная часть нашего сегодняшнего предновогоднего вечерочка. Какой же Новый год без подарков, мне хочется сказать. Вот они, ребята. Помните, мы в недавнем... А мы с нами можем выбирать? Засучите рукава. Девчонки, Соня. Извини. Соня, засучите рукава. Саша, помните, мы в недавнем лайве тренировали... Как это назвать правильно? Скорость реакции, да? Реакция просто. А у меня длинные руки. Сейчас мы превратимся в маленьких, больших детей. По команде отпускают каждый, забирая себе уже приглянувшийся подарок. Подсказка, конечно, внутри все то, что связано с теннисом, с теннисным сезоном. Очень узнаваемые символы, они же подарки. Как на подборе. Давай. Готовы? Три, четыре, пять, восемь! Еее! А ты не участвовываешь, Сань? Погнали, разворачиваем сразу. Кто? Не знаю, кто самый терпеливый, Соня. Так, кто тут у нас? Не зря, я подобрал. Что-то зеленое. Это йода. Я знаю, что это. Человек-ананас. Я знаю, что это. Факел. Факел меня наводит на мысль, что это статуя свободы. Так, могу сказать, что... Похоже больше на Звездные войны, нет? Факел еще, может быть, Воронеж, но на самом деле... Но вряд ли. Здесь еще женщины, которые держат факел. Так, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Юйс-Опен, да? Юйс-Опен, получается. Кстати, я очень довольна. Классный подарок, целый Юйс-Опен. На Юйс-Опен была, на самом деле, давно. Мне там очень понравилось. И у меня первое впечатление, когда слышу Юйс-Опен, это, знаете, такая полная луна. Она огромная в сентябре в Нью-Йорке. Это очень красивый план. Там небо, вот эта огромная луна и еще вот эта сфера, которая находится у входа на стадион Флэш и Мэдоуз. Первая ассоциация выглядит очень кинематографично и красиво. И вообще классный турнир. Мне кажется, конец года, когда все уже уставшие, вообще непонятно чего ждать. Они еще выходят, чего-то там выдают. И вот эти ночные сессии. Да, где, как не в Штатах, смотреть на настоящее шоу? Настоящая звезда в этом году была Кори Гауф на Юйс-Опен. А я на крыше Нью-Йорка был в этом году. Мне тоже очень повезло. Ладно, погнали. Я савелов теперь... То, что я хотел. Ну, блин, здесь даже разглядывать не нужно. Это какие-то игрища прямо. Уимблдон. Я обожаю Англию. Я обожаю футбол, потому что Англия — это футбол, футбол — это Англия. Я обожаю теннис на траве, потому что он каким-то образом все равно напоминает... Давай же. Да подождите. Давай. И то, что на самом деле трава в теннисном сезоне — вот такая вот часть. И это настолько уникально. Это такая редкость. И, конечно, возможность... Да дело уже. Давай, ну... Дай я тебя научу. Давай. Есть. Давай, давай, давай. Подождите, вы сейчас будете все в этом. Я просто ни разу еще не играл. Ё-моё. Дай мне. Ладно, за это я вас угощаю. Класс. И, конечно, возможность есть клубнику. Даже через экран. Ребята, вы не джентльмены совсем. Вас бы в Лондон на Умблдон бы не пустили. Да они там англичане уже тоже забили уже. Соня, я сейчас... Соня, найдите все правила. Черт с ним саношенным, как говорится. Ой, Саш, ты тут? Сейчас до тебя дойдем, Саш. Я так, пришел и не ухожу. Угостите Сашу клубникой. Кстати, даже в декабре очень вкусно. Как будто из Англии ехала. О, Соня, спасибо. Вот Саня без подарка, но зато клубника. Да, слушайте, ну и в этом году, если вспоминать, то в Лондон такой знаковой, знаковой история. Мне кажется, Джокович морщится, когда вспоминает его. Ну, естественно. Потому что та самая штука, которая не дала ему оформить календарный шлем. Так, можно я... Та самая штука это Алькарас. Сколько? Да. Можно мне? Мне что-то досталось, я хочу... И его штука в руках, дорогие. Давай. Вот она. Вот она моя красота. Ну-ка. Ну, мне кажется, логика здесь ясна. Ммм. Ммм. Да. Это самый плохой вариант. Это Париж. Женский вариант. А, да. Но я не то чтобы... И не надо заморачиваться с подарком. В том числе. Нет. На самом деле, грунт, я считаю, это самый такой аутентичный. Самый, дайте я поставлю, на видное место. А. Как правильно? Как правильно пользоваться? Ну-ка. Как правильно пользоваться? Звучит. Звучит. Главное, на клубнику не пшить. Оба. Оба. Вот так, да? Оба. Обалдеть. Об. А нож, ты можешь так же сделать? Саша по-другому использует. Он сейчас флакон этот... Грунт пахнет. Вы ему не давайте. Не знаю, как вам. Мне кажется, что грунт и вообще грунтовый турнир такой самый искренний, самый теннисный. Ты согласен с Андреем Рублевым и не согласен с Александром Бубликом, видимо, да? Да. Потому что тем более, ну, хардовых турниров вообще два. Ну, как можно обсуждать? У вас еще же есть один до этого хардовый турнир. Трава тоже аутентичная. Но грунт – это же место, где, ну, половина всего тенниса проводится в мире. Это же вот там, где он и должен быть. Если ты грунтовый чемпион, то ты прям особняком стоишь. Поэтому Раф такой крутой. Он выиграет еще в следующем году. И подушится еще этими руками. А потом после грунта все время. Какой-то турнир. Так, ребята, слушайте, это мой реально любимый турнир «Большого шлема». Австралия, серьезно? Австралия. Кенгурята, смотрите, какие хорошие. Ну, давайте так. Во-первых, когда в Москве минус 40, в Австралии плюс 40. И там в этот момент лето. Там реально жара. Во-вторых, это первый турнир серии «Большого шлема» в сезоне. В-третьих, там очень красивые ребята-серферы. Они... Так. Здравствуйте. Добрый вечер. Соня, ваку, подключилась. Они находятся без футболок, на стадионе, на трибуне. А шорты у них больше, чем у Хольгера Руны? Могут с Хольгером поспорить. Саша, тебе понравится в один... Мне не понравится. Нет, другой. В один с утра они уже пьяны. Вот это мой стиль. Это самый счастливый шлем. Его так и называют «Хэппи шлем». И я очень надеюсь, что мы, команда «Больше», в следующем году поедем в Австралию. Так что давайте посылайте наше. Так, Сань, на, походу тебе досталось последнее. О, ну, конечно, самое маленькое. Ну, извини. На футурис отправили. Ну, ладно, ладно, сейчас посмотрим. Пятого турнира «Большого шлема» не существует. Кажется, это подарок из Канкуна. То есть, да, не все турниры одинаково полезны. Сань, нафиг тебе это нужно, этот Канкун. Да, фу. Ребята, праздник праздником, но не забывайте, что теннис на сезон особенный. Вот только он завершается, уже начинается новый. Поэтому нам особо отдыхать некогда. Я думаю, зрителям тоже нужно уже готовить все новое, готовиться к новому сезону, тренироваться кому-то, кому-то изучать новые имена. Я бы хотел даже, как знаешь, больше пожелать, просто нас много чего ждет в новом сезоне. Я хотел бы пожелать вам, в том числе, кто слушает нас, кто смотрит нас, наверное, чуть больше терпимости просто к тем, кто любит комментировать в розыгрыше, которые иногда несут какую-то чушь, но делают это от всего сердца, потому что просто хотят эмоционально рассказывать об игре и просто погружать в ее все больше и больше количества людей. Так что не держите зла. Надеюсь, что будет нравиться вам то, что мы делаем в следующем году. А мне бы хотелось поблагодарить вас, наши дорогие зрители, за то, что вы с нами уже практически год. Спасибо вам большое. Это во-первых. Во-вторых, спасибо вам за то, что вы любите теннис точно так же, как и мы. Все то, что мы делаем здесь в рамках проекта «Больше», это, конечно же, для вас. И вы такие крутые. Ходите, пожалуйста, на теннис, смотрите его, слушайте, читайте о нем. И давайте делать это вместе. Да, Саша? Согласен. Теннис – это не только результат, но и процесс. Поэтому я желаю вам больше красивых розыгрышей, которых у вас будет захватывать дыхание, захватывать дух. Да, поддерживай, Сань. Только ненадолго. Я хочу пожелать вам больше эмоций. Больше эмоций теннисных, как от просмотра матчей, турниров, различных соревнований, так и от вашего пребывания на курсе. Если вы еще не пробовали, попробуйте. Если вы уже пробовали и играете в теннис, продолжайте. И пусть вот этих волшебных эмоций, которые дарит нам теннис в следующем году у вас будет еще больше. Я хочу пожелать вам крутых матчей. Вот прям с начала, с января, с начала года, чтобы в Австралии были какие-то умопомрачительные поединки, невероятные соперничества. И чтобы так на протяжении года мы потом в конце также собрались и сказали, какой был классный год. С Новым годом, друзья! С Новым годом! Да, всем хорошего вас, зрители! Хорошего 24-го! Подписывайтесь на большее, рассказывайте о нашем проекте своим друзьям, и мы стараемся делать этот вид спорта еще более крутым, так что надеемся, что вы будете с нами. Все, ура! Господи, наконец-то! А Мыскина-то где? Так она же в Австралию летела готовиться уже. Пока всем. Да, но записала поздравления. Теннис – это я. Нет, друзья, я шучу. Теннис – это моя работа, это моя жизнь, это мои друзья, это моя семья. И, конечно же, единственный, самый крутой проект – больше. Хочу пожелать нам больше подписчиков, больше хейт-парада, больше тейков и, конечно же, больше крутых матчей. Ну а вам, наши дорогие подписчики, больше любите теннис. Ну и, конечно же, я жду твой лайк в новом году. С Новым годом!